Всем привет, с вами Полтемы, я продолжаю искать варианты кастомизации iOS и твоего iPhone, чтобы ты выделялся из толпы и у тебя был самый крутой телефон. Давайте взглянем на мой рабочий экран. Здесь все стандартно, на этой иконке приложений iOS и над ними находятся уведомления. Они красного цвета и это кстати можно кастомизировать, чем мы сейчас с вами и займемся. Согласитесь, вот так выглядит уже необычней, так что давайте посмотрим как это сделать. Это можно сделать на любой iOS 12 и практически на любом устройстве. Вроде как не работает 5s и 6s, у меня на этих устройствах не получилось добиться такого результата. Ты попробуй, возможно у тебя получится. И оцени видео пальцем вверх, мне приятно видеть твою поддержку и я так пойму, что кастомизация тебе интересна, и я буду искать все новые и новые темы, поэтому жду палец вверх. Дальше переходим в Safari, тебе понадобится сайт ignition.fun, Он будет в описании к этому видео, переходи, ничего не ищи и здесь нажимай на кнопку Install Now App. Установится приложение Ignition, это займет какое-то время и после этого переходи в настройки, на вкладку основные, внизу будет управление устройством и выбери данный профиль, доверя ему. После этого открывай приложение Ignition и перемещайся на вторую иконку внизу. Здесь тебе нужны утилиты, это зеленая последняя иконка. Спускаемся в самый низ и здесь мы видим Turn Guard Badges. Нажимаем на кнопку Get, установить и появляется белая иконка с названием Badish. Вы ее должны запустить, но будьте здесь внимательны, потому что на некоторых устройствах вам понадобится несколько попыток. Дело в том, что активируется exploit, который был найден в системе, но не всегда он активируется с первого раза, поэтому просто пытайтесь перезапустить приложение несколько раз и у вас рано или поздно оно получится. Лично у меня зашло в эту программу спустя 5 попыток. Здесь вы видите надпись HexCode. Сюда вы должны вставить код цвета, который вы хотите применить. Есть стайд Color Hex, вы на него также можете перейти из описания и здесь можно легко выбрать этот самый код для приложения. Просто копируете, вставляете в поле и нажимаете на кнопку Change. Видим, что меняется цвет этих уведомлений на рабочем столе. Выглядит очень необычно, особенно если еще и поменять тему, например, на черную, сделать уведомления белыми, будет еще круче. Нажав на кнопку Transparent, у вас уведомления станут прозрачные, то есть будет просто цифра. Лично мне это не очень нравится, выглядит так себе. Нажав на Use Default, вы сможете вернуться к старым уведомлениям красного цвета, то есть те, которые были в системе iOS. Вот так просто можно немного кастомизировать вашу iOS и вдохнуть в нее свежую жизнь. Если тебе понравилось видео, оцени его пальцем вверх, пиши в комментариях, получилось ли у тебя это сделать, ну и подписывайся на канал. Пока!